приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео делим внимание 26 февраля и поговорим о вселенской родительской собой субботе что строго нельзя делать в этот день чтобы не призвать беду проблемы и неприятности в свою жизнь обязательно просмотрите это видео от начала до конца вы знаете в нашем православном календаре есть особые дни для поминовения усопших и эти дни называются родительскими субботами и нак отмечаются накануне масленицы и троицы в этом году отмечают несколько родительских суббот субботы перед мясопустной неделю недели то есть за 8 дней до начала великого поста и перед праздником троицы мясопустная родительская суббота в 2022 году приходится на 26 февраля и мясопустной неделю называется воскресенье следующая за ней в этот день разрешена мясная пища последний раз перед великим постом после нее идет масленица а 7 марта начинается великий пост знаете первое упоминание поминовения усопших накануне великого поста содержится в грузинском переводе иерусалимского лекционария 7 века мясопустную субботу еще называют малой масленицей так как поминальный день приходится на крайнюю неделю перед масленицей в этот день в церквях проводятся специальные обряды читаются молитвой за всех христиан также в этот день люди молятся о том чтобы бог успокоил души усопших и смилостивился отпустив им все земные грехи согласно славянским обычаям на зимнюю поминальную субботу хозяйки выпекали блины первых и первые из которых клали на полочку с расставленными иконами а второй на подоконник остальные блины относили на могилу родственникам и раздавали малоимущим в доме проводили уборку вечером устраивали поминальный ужин выставляя на стол много блюд их количество должно быть нечетным как же правильно определить дату первой вселенской родительской субботы знаете первая родительская суббота всегда является вселенской в этот день поминают всех крещеных он она проходит за неделю до начала великого в поста и в этом 2022 году выпадает на 26 февраля всего же вселенских суббот в церковном календаре 2 2 троицкая накануне накануне пятидесятницы родительский этот день назван потому что все люди в первую очередь поминают самых родных и близких родственников это родителей основной смысл вселенской субботы в поминовении всех когда-либо почивших крещеных православных христиан несмотря они являются для вас родственниками или нет в храмах в этот день будут совершаться особые богослужения вселенские панихиды на которых верующие молятся за усопших и просят бога отпустить им совершенные при жизни не раскаянные грехи во вселенскую родительскую субботу поход в храм для поминовения очень желателен ведь молитва составляет главный смысл этого дня всего в церковном календаре 6 родительских суббот давайте вместе с вами поговорим о том что же можно есть в эту вселенскую родительскую субботу 26 февраля старину было принято в родительские субботы вкушать кутью это было обязательное блюдо поминальной трапезы сладкую кашу готовят из целых зерен пшеницы или другой крупы с добавления меда а также изюма или орехов что же можно и что нельзя делать в родительскую субботу в этот день во всех храмах проходят заупокойные божественные литургии а после нее общие панихиды православным нужно утром прийти на службу помолиться о своих почивших родственниках и знакомых можно еще с пятницы подать записки об упокоении с именами близких после уже дома накрыть поминальный стол и собраться за ним всей семьей также есть традиция в родительскую субботу приходить на кладбище ухаживать за могилами наших предков запрета на употребление вина в этот день нет однако церковь говорит о том что злоупотреблять алкоголем нельзя и стоит воздержаться от излишеств в этот день следует поминать своих усопших родителей церкви и люди могут подать записки с именами близких умерших и молятся за упокоение их души в загромном мире при этом нежелательно скорбить сверх меры в эти дни поминать не значит печалиться к тому же душа человека уже перешла в другой в лучший мир в народной традиции в этот день начинали печь плены угощение оставляли на погосток раздавали нищим детям и в церкви для поминания предков у восточных славян было принято на столе ставить свечу небольшую емкость зерном а также оставлять на ночь стакан с водкой или киселем во времена обеда на стол ставилось непарное количество блюд почившим предкам откладывали на отдельную тарелочку небольшие порции также за столом брень было принято вспоминать умерших прародителей после трабезы посуду со стола не убирали считалось что ночью предки выходили из-за печки и поедали кушанье у южных славян традиция была немного иная на столе на балканах в этот день обязательно ставили кучу готовили специальные хлебцы и белую халву сербы и болгары в родительскую субботу субботу тоже ходят на кладбище но там поливает могилы предков вином и водой в отличие от своих восточных соседей которые тщательно отмывали дома перед праздником на балканах дома прибираться было не принято более того существовал запрет на подметание полов чтобы случайно не вымести души умерших из своего дома также в этот день принято подавать милостыню неимущим с просьбой помолиться об усопших многие считают что в этот день нельзя работать или заниматься домашними делами однако при необходимости этим запретом позволяется пренебречь главное что обязательно нужно сделать это начать день с посещения храма совершения молитв и посещения кладбища так что друзья 26 февраля у нас с вами у всех вселенская родительская суббота обязательно в этот день уделите внимание своим предкам обязательно сходите в церковь помолитесь закажите закажите обязательно церкауст также обязательно в этот день сходите на кладбище есть такая возможность также постарайтесь угостить людей не обязательно родных близких а возможно и бабушек дедушек стареньких пожилых людей угостить булочкой угостить возможно конфеты печенешкой возможно все той едой который например любили ваши предки тоже колбаска возможно копченой вкусный домашний сальцом то есть у каждого знаете это все-таки свое но все же таким образом мы даем дань памяти своим предкам кроме того обращаю ваше внимание что в субботу с вами может произойти и такая ситуация ни с того ни с сего вы идете по улице а к вам может подойти пожилой человек и попросить купить для него например какую-то булочку потому что этот человек голоден и он не может купить знаете много раз такая ситуация происходила в нашей жизни в этот момент вы должны понимать что это ваши предки просят им вот через этих людей купить и литейные продукты чтобы они прочувствовали вот этот мать и материальном плане вот этот вкус этой еды и можно только прочувствовать они могут только это прочувствовать именно через чужих людей поэтому обязательно если вы услышите что кто-то просит у вас купите хлеб булочки печенье обязательно в этом случае вы постарайтесь это сделать также друзья в этот день 26 февраля вы можете прочитать молитвы эти молитвы именно читаются вселенскую ради и родительскую субботу если у вас нет времени ходить церковь то хотя вы прочитаете эти молитвы друзья эти молитвы большие и мы оставим эти слова молитвы в описании к этому видео друзья с вами как всегда был канал эзотерика для тебя подписывайтесь на наш канал ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и и гармонии